Красивая природа в Украине. 7 утра, а мы уже почти доезжаем до Киева. Ещё 65 километров. Ах, едем. Едем поновлять документы, которые у нас своровали. Да-да, поездка в Украину в этот раз оказалась чуть-чуть совсем не совсем удаленной. Теперь приходится вместо того, чтобы отдыхать, заниматься возобновлением документов, чтобы вернуться назад в Израиль. Берёзки. Большие берёзки, Лера, правда? Да, конечно, в Украине огромный брус. Жизни в Украине это природа. Зелени очень много, красиво, воздух чистый. Как по мне, это самый главный плюс в Украине. В остальном во всём, конечно, очень много косяков. Порой настолько много, что и не понимаешь, изменится ли что-то через сто лет или нет. Кстати, мы едем по трассе Киевчук. Это очень хорошая трасса, отличное состояние дороги, идеальная, я бы сказала. Но, к сожалению, это единственная трасса, по которой нам пришлось ехать, которая настолько хорошего качества. Всё остальное, неважно, дорога это областного значения, либо же регионального, это просто кошмар. Не во всех местах, но очень часто. Конечно, деревни, которые находятся по две стороны от этого шоссе, это богатые деревни. Их невозможно сравнить с теми деревнями, кто в моём районе, где я родилась и выросла. Потому что там это кошмар. Чтобы вы это поняли, я сейчас скину, добавлю в это видео, маленький видеоролик дороги, по которой мы выезжаем с моей родной улицы в селе. Вот это, вот это, вот это украинская деревня, вот такая дорога в Хмельницкой области, в Белогорском районе, в деревнях. И это надо плакать просто, потому что когда пойдёт дождь, попробуй выйти с этого. Ничего, никаких проблем, проедет трактор и протащит. Ага, никаких проблем, проедет трактор и протащит. Для этого надо нанимать дополнительно трактор, чтобы вытянул нас с неблагополучных улиц в деревне, которых в деревне дофига, к сожалению. И это лето. А осенью, когда идут постоянно дожди или весной, то называется не деревня, а остров. По крайней мере, некоторые улицы. Потому что едешь, как на стрёме. Ура! Мы выехали! Если бы шёл три дня подряд дождь, не факт, что мы выехали, несмотря на то, что машина четыре хода. Дело в том, что она так гребёт, но коли и такие большие, что просто можно иногда повиснуть, даже на высокой машине. Вот такие горбы. А теперь цивилизация. Теперь дорога нормальная.